8 кратно приветствую ищущих и мыслящих с вами александр шадов осьминог бесконечности сегодня мы с вами обсудим довольно таки интересную тему будет своеобразная лекция вводная лекция по философии так ну начнем нам нужно определить вообще что такое философия и это действие ну довольно таки трудная собственно да с греческого слова философия переводится дословно как любомудрия или любовь к мудрости собственно ничто так плохо не выражает суть философии как этимологии этого слова потому что любовь к мудрости в итоге оказалась лишь малой частью того что к философии исторически относится ненависть к мудрости также была признана философия но есть такие мыслители которые сделаны с ее помощью себя славу например нитше штырна шопенгауэр и некоторые софисты и многие другие а также для некоторых философов принадлежащих гностическим учениям свойственно вообще отрицать возможность любого приближения к мудрости ну а какой любви здесь вообще может идти речь тогда тем более любит именно к мудрости а как же тем усыители которые сомневаются в мудрости то есть скептики ну и около около скептики и прочие персонажи которые будут в принципе не верят все это в одинаковой степени философы на называть их любомудрыми никак нельзя а именно поэтому давайте рассмотрим некую выборку определений которые помогут нам понять что такое философия ну вот первое определение философия это особая форма познания мира вырабатывающая систему знания наиболее общих характеристиках предельно обобщающих понятиях и фундаментальных принципах реальности в скобочках бытия и познания запитая бытия человека об отношении человека и мира ну такое определение вот у нас есть давайте его разберем начнем по крайней мере с того что философия не всегда имеет отношение к познанию вот у нас написана особая форма познания но на самом деле это не так ну то есть она не может быть очевидностью признана именно формой познания потому что некоторые философские учения отвергают познание в принципе они разрабатывают например просто этику не на основании какого-либо там познание никакой не на основании какой-либо теории познание какой-нибудь методологии нет просто разрабатывают этику чисто этику без метафизических оснований физических оснований просто разрабатывают и и все иногда это и форма организации жизни иногда форма сомнения форма отказа от познания и так далее ну вот это понятно да и все пойду то есть философия это не форма познания как таковая тем более мне нравится слово особое но Ну, опять же, все слова этого определения мне почему-то не нравятся теперь, да? Слово «особая форма познания». А какие еще формы познания у нас есть? Ну, наука, наука, наука и философия, да? Две формы познания, допустим, у нас есть. Ну, а чем наука отличается от философии? Наука использует философские методы. Ну, эмпиризм и рационализм – это методы философии. Это методы, которые произошли из философских учений. Чем наука отличается от философии? Ну, кроме того, что там огромное количество ученых, которые занимаются различными частными областями? Да ничем, по сути, она не отличается. То есть, вот эта особенность тоже очень странная вещь. Продолжаем. Также философия не является системой. И тем более знаний. Философии очень много систем. Это огромное количество традиций философских, с которыми мы потом в следующих лекциях обязательно познакомимся. И тем более следует заметить, что не всякая философия системна. Вот еще очень важный аспект. То есть, мы должны понимать, что есть рациональная философия, чаще всего она системна, есть иррациональная философия. Рациональная философия может быть и системна, и несистемна. Какие-нибудь иррациональные системы, ну, вполне возможно, но есть иррациональные несистемные философы. Значит, получается, философия несистемна тоже. Не всякая философия в том числе стремится к знаниям. И вообще претендует на очевидное познание. Ну, например, мы возьмём Ницше, а Ницше, в общем-то, высказался о знании, ну, об истине, о поиске истины, своеобразно, он был не то чтобы совсем уж за него, за этот поиск истины. Зачем нам вообще истина-то нужна? Что за фетиш такой? И философы, некоторые философы, по крайней мере, это осознают, они не гонятся за истиной и пытаются найти что-то другое, сформировать другое общество, например. И Ницше не единственный, Штырнер есть, опять же, и многие-многие-многие другие, особенно в 20 веке и уже в наше время. Ещё один стереотип говорит нам о том, что философия изучает предельно обобщающие понятия и фундаментальные принципы. Да, на самом деле, она просто изучает всё с разных сторон и разными методами. Ну, то есть, на самом деле, давайте посмотрим вот честно. Есть такие философы, которые разбирают предметы более частные, чем в науке. У учёных есть определённая степень обобщения. Фундаментальные законы мира – это максимальная степень обобщения для учёного. Для философа есть более большая степень обобщения. Это метафизика, которая выходит за пределы, за реальных законов мира, и уже там философ гадает, а что на самом деле за физическими законами стоит? И стоит ли что-то вообще в принципе? Вот, да, вот этот аспект, он более абстрактный, чем в науках. Но есть и абсолютно конкретные аспекты, когда философ просто изучает свою психику и свои восприятия, как, например, это происходит в феноменологии. В феноменологии человек просто наблюдает свои восприятия. Его исследование значительно конкретнее, чем в любой научной дисциплине, просто потому что оно связано непосредственно с его собственным бытием, с его собственным существованием. Человек фиксирует свои восприятия, редуцирует, человек изучает предметы, конкретные предметы он изучает, а не какую-то систему, не какие-то модели, не какую-то статистику абстрактную. Нет, он просто изучает конкретный предмет в таком виде, в каком он ему представляется и видится. Вот такие методы, они более конкретные, чем в науках. Ну, то есть, с чего вообще люди взяли, что философия, да, с чего люди взяли, что философия имеет отношение именно только-только к предельно обобщающим понятиям. Это странно, потому что, ну, фактически это не так. Некоторые философские методы имеют более конкретный предмет исследования. Да, действительно. Например, экзистенциализм еще наполнен такими методами. Или мы можем обратиться к античной философии кинников, которая касалась конкретной человеческой жизни и ее практик. Ну, то есть, киннику, например, Диогену Синопскому было важно прожить правильную жизнь этически. Это очень конкретный подход к делу. Это философский подход. Это один из возможных философских подходов. И он непредельно обобщающий. Конечно, да, мы должны понимать, что некоторые философские концепты, они реально абстрактные. Они намного абстрактнее, чем в науке. В основном эти концепты начали появляться с средних веков. Ну, Платон, конечно, Аристотель и средние века подхватили вот эту вот тенденцию. Рассуждали о метафизическом, о трансцендентном, о всем, что выходит за пределы этого мира. Да, да, видимо, вот тогда этот предрассудок и сформировался. Ну, это неправда. На самом деле, это просто неправда. То, что на самом деле является философией, это не замыкается на обобщающих понятиях и фундаментальных принципах. Опять же, потому что некоторые философы просто не признают возможности достижения этих фундаментальных принципов. Следующее определение. Философия – это особая форма мыслительной деятельности человека, направленная на всеобъемлющее рациональное осмысление мира и бытия человека в нём. Да, тоже ещё одно милое определение. Опять же, особая форма, особая форма мыслительной деятельности. В смысле, особая. Во-первых, в философии нет какой-то определённой одной формы мыслительной деятельности. В философии их огромное множество. Начнём, по крайней мере, мы уже с этого. То есть, нет такого, чтобы все философы действовали по одному методу на протяжении всех веков существования философии. Вот такое утверждение – это глупость просто откровенная. Включать его в определение – ну, нехорошо. В мыслительной деятельности, опять же, особая форма мыслительной деятельности. Какие ещё формы мыслительной деятельности есть? Опять же, научная? Да ну. Да ну. Формы научной мыслительной деятельности берутся из философской просто. И вот как бы вот пожимаем мы плечами после этого. Опять же, всеобъемлющее осмысление мира. Ну, это уже в прошлом определении мы раскритиковали. Ну, никакого всеобъемлющего осмысления мира не всегда вот как бы оно присутствует и бытия человека в нём. Иначе человек просто решает, как ему жить вот самому для себя. Это уже философия. И самое ключевое слово здесь ошибочное – это рациональная. Философия не связана только с рациональным. Иначе нам пришлось бы убрать из философии софистов, иррационалистов, религиозных философов по большей части. И, ну, то есть, обрезать половину философии, чтобы она была полностью рациональная. Опять же, неправильное определение. Ну, как обычно. Ну, экзистенциалисты, они тоже нерациональны в целом. Ну, они не исследуют какие-то рациональные вещи, они исследуют, наоборот, вещи другого порядка. Продолжаем. Ох, марксизм, марксизм, конечно, да. А философия – одна из форм общественного сознания. Наука о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления. Во-первых, сомнительно, что философия имеет отношение к общественному сознанию. Что вообще такое общественное сознание? Ну, вот у нас есть общество, у него есть сознание какое-то. То есть, оно мыслит само по себе, именно общество. Общество в отрыве от человека. По-моему, мыслят конкретные индивиды, люди. Ну, это марксистская абстракция, что есть некое общественное сознание. На самом деле, никакого общественного сознания, скорее всего, не существует. Да уж. И при этом, ну, на самом деле, это лишь одна из форм общественного сознания. Опять же, их много оказывается, их очень много, но вот философия – это одна. А ведь в итоге философы – это конкретные личности с уникальными взглядами на мир. Данное определение с формулированным марксистами, а у них как раз и существует. Некое метафизическое общество, которое стоит над человеком. В реальности, скорее всего, дело обстоит не так. Как же философия не является наукой? Что будет показано позже? И все же замечания, и опять же, все те же замечания к обобщающей философии. Опять же, общие, 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 общие законы. Законы природы, общества, мышления. Вот прям вот все философы занимаются только вот этим. Законами природы, общества, мышления. Вот больше ничем не занимаются. Ну, предметы платонского цели в основном перечислены. И почему-то вот, да, платон равно философия, как бы, получается. Но это тоже ложное представление о философии. Продолжаем. Философия это методологические принципы, лежащие в основе какой-нибудь науки. В данном случае подразумевается узкое определение философии, но критиковать его в принципе бессмысленно, потому что известно, что существует философия в математике, существует философия в физике, существует философия в социальной, философия в политике существует, в общем у всего существует своя философия, у наук тоже. Если ученые употребляют такое определение для обозначения оснований своей научной деятельности, то пожалуйста, только оно узкое, оно не имеет отношения к общему понятию философии. Философия это отвлеченные, не идущие к делу рассуждения, да разговорные, неодобрительные, конечно, потрясающе. Ну это, конечно, определение лол, смешное. Собственно, такое определение философии дают люди, которые не понимают, что она делает. Например, они не знают, что основы современной политики были созданы философами просвещения, основой экономики философом Адамом Смитом. Эти люди игнорируют все практические достижения, которым в итоге привел философский поиск. Учитывая науку, кстати, такое понимание философии присутствует либо у людей глупых, либо недобросовестных, не разбирающихся в предмете. Вот, к сожалению, это так. Продолжаем дальше. А, философия это создание концептов. Делезовское определение, оно хорошо, оно просто, это механическое определение, техническое. Действительности оно не противоречит, и ему трудно противоречить действительности, потому что оно, вот, да, философы создают концепты. С этим можно поспорить? Нет, с этим нельзя просто поспорить, потому что в этом, собственно, заключается механизм философии. Технически это определение описывает, что такое философия. Правда, не все ее грани. Философия – то, чем занимаются философы. Это еще одно техническое определение, которое попадает пальцем в небо. Нам сразу же придется задать себе вопрос, а кто такие философы вообще? Что они из себя представляют? Как определить, кто философ, а кто не философ? Ну, признанные философы, наверное, да. По признанным философам будем судить философию. Допустим, почему бы и нет? Ну вот. Да, то, чем занимаются философы. Реально попал пальцем в небо, определяющий. Философия – это любовь к истине. Сейчас мы посмотрим на это определение тоже. Вот, любовь к истине. Восходит к этимологии этого слова, да. А теперь мое определение. Сейчас вы его увидите, оно тоже коротенькое. Философия – это просто продуктивное мышление. Определение, которое отчасти является техническим, а отчасти сущностным, с одной стороны, да, ну, вот такое вот. С одной стороны, перед человеком, дающим определение философии, лежит задача включить в него все существующие возможные философские тенденции. Учения, отдельные персоналии, мыслители и так далее. Философия, как продуктивное мышление, охватывает всех уже существовавших мыслителей, так и мыслителей, которые могут появиться в дальнейшем. И это важно. Почему философия – это мышление? Да потому же, да почему философа зовут мыслителем? А почему продуктивное? Потому что невозможно быть признанным философом, не создав чего-то нового. Таким образом, получается, оправдает технический аспект определения. Ну, и да, получается, что все действующие философы по определению действительно признаны таковыми. Они являются философами по данному определению. Также оно захватывает сущный аспект философии, ну, то есть мышление. Когда мы говорим о создании концептов, вот у нас было определение с созданием концептов. Такс, такс, вот оно. Вот, да, философия – это создание концептов. Оно не захватывало сущностные характеристики, это просто техническое определение, которое соответствует действительности. Создают ли философы концепты? Да, создают. Здесь вранья нет. Философия – это продуктивное мышление, вранья здесь тоже технического нет, но при этом оно захватывает сущностный аспект вопроса. И это важно. Опровержение предрассудков о философии. Да, как мы видим, пять у нас предрассудков о философии. Давайте-ка приступим к опровержениям предрассудков. Во-первых, философия не является традицией. Во-вторых, философия не является наукой. В-третьих, философия не является чистой теорией. В-четвертых, философия – это не просто болтовня. В-пятых, философия – это не просто мнение каких-то там мужиков. Докажем. Обратим внимание, что философия не является единой традицией, объединенной теми или иными воззрениями, принципами и методами. Ученые, например, едины в принципах и основных методах, а потому мы можем говорить о научной традиции. О традиции же философии вообще говорить принципиально невозможно. Внутри философии может существовать неограниченное множество традиций, и их, в принципе, можно умножать до бесконечности. У философии нет вот такого ограничения, как у науки. И науку останавливает эмпирический метод и рационалистический метод. Дальше вот этих вот двух методов, основных, фундаментальных для науки, она выйти просто принципиально не может. Философия может. Философия не ограничивается практически ничем, только мышлением человека в самом общем смысле этого слова. Именно поэтому философия по объему определения превосходит как каждую отдельную науку, например, физику, так и науку в целом. Ученые объединены общими фундаментальными основаниями, а представители одной научной дисциплины связаны еще теснее. Два философа могут быть не связаны никак. Именно поэтому философия не является наукой, что тоже важно понимать. Философия не является наукой по методу и по предмету. В философии нет конкретного предмета, и в философии нет конкретного метода. А также нет актуальности и прочих-прочих факторов, важных для научной дисциплины. Также философия не является чистой теорией, что очевидно из деятельности древних мыслителей, некоторых представителей философии нового времени. Впрочем, последние тысячелетия мыслители действительно занимаются преимущественно театеризацией. Ну, то есть, да, действительно. Когда появилась академическая философия, многие философы просто засели в университеты. В практическую философию они перестали влезать, потому что вся практическая философия была занята христианской этикой. Ну, политика там сама по себе тоже функционировала, хотя философы в политику все-таки влезли, будем честны. Революции многочисленные, это дело в том числе и философов. Так вот. Да, 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 да. Все-все-все-все революции, которые происходили недавно, все это вина философии, так скажем. Ну, или не вина. Кому нравится, кому не нравится. Это и наша революция русская, тоже по вине философии произошла. И философия в просвещении. В просвещении, когда в эпоху просвещения, тоже вот она, тоже, да, великая французская революция, тоже с философией тесно связана. И это отрицать может только человек, не знающий историю философии. И вообще истории. А также следует заметить, что история это не просто болтовня. Иначе болтовнью являлись бы и наука, религия, политика и культура в целом, которые берут истоки из философии. Мы все-таки должны признать, что у каждой из этих сфер есть свои, собственно, корни философии. И с этим тоже спорить довольно-таки трудно. С учетом исторических данных. То же и про мнение. Это не просто мнение. Мнение философов либо уникальное, ну что уже придает им ценность, либо обоснованное, либо логически непротиворечиво, либо дает нам некий альтернативный взгляд на вещи. А иногда все это вместе взятое. Обесценивание философских позиций следствие тотальной невозможности понимания в обществе. Мне кажется, мы должны более внимательно относиться к философии ввиду того, что мнение, которое высказывает философия, на самом деле оно имеет ценность. Ценность уже хотя бы даже в уникальности. Высказать уникальное мнение может далеко не каждый человек. Не важно, смог ли он его доказать, обосновать, логически непротиворечивым его сделать. Вообще, на самом деле, не важно. Последователи могут это сделать. То есть, да, все со временем может измениться. Когда-то недоказанная, необоснованная, уникальная идея может превратиться в основание для какой-нибудь культуры в будущем. Или для фундамента, для построения общества. Вот действительно, почему бы и нет. Мы в истории встречали такое уже несколько раз. За последние два тысячелетия. И никаких особых проблем с этим не возникало. И тут мы вдруг говорим, что, ну, на самом деле, это просто мнение каких-то мужиков по разным вопросам. Да, ну, окей. Дальше, движемся дальше. Основные разделы философии. Да, важная тема, интересная. Философия делится на разделы. Ну, то есть, эти разделы, на самом деле, охватывают практически все, что только могут охватить. Ну, вот основные разделы философии. Антология, метафизика, теория познания, аксиология, философская антропология, этика, эстетика, логика и огромное количество других дисциплин, перечислять которые, ну, просто очень трудно будет. Это основные. Также, да, еще заметим, что в прошлом физика была раздела философии, политика была раздела философии, да и математика, в принципе, тоже была раздела философии Пифагора. Но это было уже очень-очень давно, правда. Также культурология в недавнем прошлом была просто частью философии. Почему бы и нет. Да и многие другие науки отделились от философии. В начале нового времени или после. Да, у каждой науки своя история в данном случае. Но все они как бы восходят к философии, так или иначе. Вот и сейчас мы будем рассматривать определение. Определение дисциплин, которое мы упомянули недавно. Антология, учение о сущем, учение о бытии как таковом, раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия, его наиболее общие сущности и категории, структуру и закономерности. Ну, то есть, вот как раз та самая философия, которая обычно касается крайне обобщающих понятий, всех обобщенных, все, что связано с обобщающим, вот это вот к антологии можно обращаться. Учение о сущем и учение о бытии как таковом, учение о реальности. Какова реальность о нас спрашивает, вот эта вот дисциплина, она спрашивает. Какова реальность? Вопрос. Что действительно существует? Мы существуем? Может быть, в каком смысле мы существуем? А в каком смысле существует мир? В каком смысле существуют предметы вокруг нас? И все-все-все такое. Следующая дисциплина, которая еще более абстрактная, это метафизика, которая нередко нередко произносится как синоним даже антологии, но не во всех случаях в данном контексте, потому что антология не так уж давно начала разбирать конкретные, ну, сто лет назад буквально, начала активно разбирать именно конкретные проявления, то есть бытия. Бытие человека начала разбирать, например, или бытие вещи начала разбирать, а вот бытие вещи само по себе. Вот тогда вот антология и стала заниматься более конкретными вещами. А вот метафизика – это философское учение о неизменных, раз и навсегда данных и недоступных опыту в началах мира, рассматривающие явления вне их взаимных связей, вне движения, изменения и развития. А вот это как раз оно. Трансцендентные боги, бог и так далее, и так далее, и так далее. Душа, которая тоже никак не подтверждается, которую нельзя практически никак исследовать. Вот и вот она, великая метафизика. Тоже важная дисциплина, на самом деле, вот как я считаю. Я вам даже сейчас свой афоризм прочитаю на эту тему, потому что, ну, это важно в данном случае понимать. Так-так-так-так-так. Видимо, отказ философии и прочих дисциплин от метафизики не есть следствие свободомыслия. Развитие мышления, большого ума или бессмысленности метафизики как таковой. Метафизика настолько же осмыслена, насколько осмысленно человеческое существование, ведь, по сути, именно из него она черпает свои идеи и доказательства. Тот, кто отрицает осмысленность метафизики, тот отрицает осмысленность самой психики, что подлинно является бессмысленным. Впрочем, даже верование в истинность физики требует определенной метафизики, пусть и отрицательной, согласно которой за физическими явлениями не стоит ничего. Такая вера тоже в корне метафизична. Отказ философии от метафизики сфабрикован такими течениями, которые верят в нулевую метафизику. То есть, налицо очередная идейная монополия, которая вытолкнула спектр интереснейших для человечества вопросов за пределы самой свободной суммы дискурсов. Ну, то есть, в философии, да. Метафизика, на самом деле, важна. Мы действительно хотим знать, а что там, что за пределом? Ничего. Может быть, бог какой-нибудь, может быть, рай, не знаю. Может, просто мир души, мир богов, не знаю, все что угодно. Мы хотим это узнать, мы действительно хотим это узнать наверняка. И от ответа вот на вот этот вопрос, на вопрос метафизики, будет зависеть, что нас ждет после смерти, что тоже важно для нас, как живых существ. Ничего не ждет? Что-то ждет. Какие-нибудь рай, гури там и все такое. Вот ответ на вопрос метафизики. Это интересно нам лично? Нам это интересно, мне кажется. Нам это очень интересно. Эти вопросы интересуют человечество очень давно. И отказываться от них просто потому, что у нас есть верование в нулевую метафизику, глупо. По крайней мере, какие-то исследования, какие-то идеи предлагаться в области метафизики, на мой взгляд, просто до сих пор должны. Никакая наука ее не опровергла и не может опровергнуть ввиду своего ограниченного метода. Продолжаем. Теория познания. Как синоним мы часто используем слова гносиология и эпистемология. Это раздел философии, в котором анализируется природа и возможности знания, его границы и условия достоверности. Это невероятно важная дисциплина. В начале нового времени она начала активно развиваться. Из-за нее появилось научное знание, научная теория как таковая. логика из нее сразу же породительно продвинулась. Да, получается, что практически две тысячи лет, но чуть меньше, так скажем. Теория познания оставалась на уровне Аристотеля. А потом она возросла в начале нового времени. И это в основном из-за того, что большая часть философов нового времени занимались теорией познания. Вот очень важная дисциплина философская. Продолжаем. Аксиология, теория ценностей. По-моему, у всех у нас есть какие-то ценности. Да, ценностей очень много. Ценности у людей разные. И мы должны научиться взаимодействовать с ценностью других людей и понимать их аксиология как теория ценностей и помогает нам это сделать действительно. Без аксиологии это невозможно. Ну, по крайней мере, если невозможно, то очень сложно, как минимум. Лишние сложности зачем нам, если у нас есть вот простой путь, аксиология. Есть еще философская антропология, философское учение о природе и сущности человека. Что такое человек? Что он из себя представляет? Какие важнейшие качества, в общем-то, должны быть у человека? Какие атрибуты? Как отличить человека от нечеловека? Культура является ли частью человека как такового или нет? Что человек в своей сущности? Душа может быть он? У нас есть антропология христианская, например. С одной стороны душа, с другой стороны тело. Душа и тело. Тело греховно, с телом все плохо, душа чиста, душа хороша. Тело может испортить душу и так далее, и так далее, и так далее. Вот философская антропология в христианстве. Ну, очень-очень просто, очень упрощенно сейчас она рассказана. Есть люди, которые лучше с этим намного справятся. Я в данном случае не поклонник. И просто в качестве примера привожу одно изучение философской антропологии. Притом не самое новое. Философская антропология как раз занимается вопросами такими. Что есть человек в своей сущности? Это важная дисциплина. Очень важная. Вы должны это понимать, особенно с учетом всех гуманитарных дисциплин. Вот как раз пример того, когда философия занимается гуманитарными проблемами. Вот она, вот она. Да, и это нужно. Это нужно для всех гуманитарных дисциплин. Исключать философскую антропологию из списка важных каких-то исследований нельзя, по-моему. Этика. Философская дисциплина, предметами исследования которой являются нравственность и мораль. Важно. По-моему, очень важно. То есть мы не можем без изучения этических каких-то догм, норм и так далее, и вообще сущности самой этики, сущности нравственности, сущности морали, как-то оперировать нравственными моральными понятиями. Тем более наш мир сейчас, современный мир, представляет собой некое слияние различных, в общем-то, культур. У нас есть много культур, и вот из них слагается современная. Конечно, доминирует западноевропейская культура. Вот запад у нас доминирует как в методе в научном, так и в этическом плане. Понятие любви распространилось, оно тоже этическое преимущественно. Но имеются уже элементы индусские, индийские, почему бы и нет. А как мы поймем людей, которые, в общем-то, исповедуют другие этические взгляды? Если мы не понимаем, что такое этика, если мы перестали философствовать об этике, и искать ответ на вопросы, что такое нравственно, что такое морально, что правильно, что неправильно. И какие вообще у этого границы есть. Перестаем философствовать об этом? Ну все, до свидания, давайте воевать тогда, потому что все мы безнравственные гады. Все, кто не придерживается наших этических воззрений, просто безнравственные гады, получается, да? Продолжаем. Эстетика. Это философское учение об искусстве как особом виде общественной идеологии, посвященное исследованию идейной сущности и форм прекрасного в художественном творчестве, в природе и в жизни. Не нравится мне та, честно говоря, я его сам подбирал, но она мне не нравится. Ну, в общем-то, это философское учение о прекрасном. Вот так, вот так, давайте сформулируем так. В общем, все прекрасно, все, что прекрасно, все, что этично. Мы можем выйти на природу, посмотреть, она красива или некрасива. Вот вам ответит эстетика. А, красиво или некрасиво, вот та вот картина. Каких философских воззрений мы придерживаемся, чтобы признать эту картину прекрасной? Или признать ее ужасной? Подходящей нашему вкусу? Или может она вообще нейтральна? Эстетика решит. То есть, ваши эстетические убеждения решают. А люди, которые разбираются в эстетике, они уже начинают глубже понимать все эти процессы. И это нужно. Это действительно нужно. Продолжаем. Логика. Наука. Наука. Законах мышления и его формах. Ну, почему логика наука, а не настоящая наука? Потому что она у нее нет, она не следует эмпирическому методу. Ну, это основа рациональности, просто говоря. Логика. Да. Важная дисциплина. Важная. И следует она законы мышления. Ну, скорее всего, нет. Она дает какую-то систему, по которой... Ну, какой-то алгоритм, по которому люди должны действовать, чтобы в рамках определенных языков, языковых систем, которые построены в том числе на логике, но с ней связаны тесно, получать истинные выводы. Да. То есть, это должно выглядеть вот так вот красиво, как в логике. И тогда ваши выводы будут неоспоримы. Да, вы будете неоспоримы, вы будете прекрасны. Но при этом это не о законах мышления преимущественно. Законы мышления, они куда более хаотичны, чем это представлено в логике, особенно в логике Аристотеля. Ну, это не важно, это уже как бы даже критика о логике, но логика нужна. Для современного мира, для современной науки логика просто несла неоценимый вклад. И с этим спорить тоже глупо. А это философская дисциплина, чисто философская. Считается точной наукой, ну, в том числе и философская. Философская точная наука, логика. Теперь разберем еще один важный предмет. Мы уже разобрали, что философия занимается большим количеством очень важных дисциплин, которыми не может заниматься ни наука, ни религия. Ну, они пытаются, но это какие-то частные такие области. Философия занимается этим обобщающим, всем сразу, как бы... Философия занимается всеми этическими учениями и может разрабатывать свои. Христианство, например, не может разработать новое свое этическое учение. Вот у них было христианское этическое учение, а потом второе христианское этическое учение номер 2.0. Нет, христиане так не любят делать, ученые тоже так не любят делать. А в философии все это происходит. Тем более изучаются другие этические концепции, и происходит, в общем-то, спор между ними, и это важно. В общем-то, поэтому и получается, что философии невозможно дать определение, потому что она занимается всем вот этим вот. На разных масштабах абстрактности. Начинает абсолютная абстракция, абсолютная абстракция и заканчивая трактовкой повседневного опыта того или иного конкретного человека. Философия захватывает вот всё. Всё только вот по этим вот областям, которые мы рассмотрели. А что у нас ещё есть? У нас есть некая дисциплина, которая называется история философии. Это философская дисциплина, предметом которой является процесс возникновения и развития философского знания. Ну, в общем-то, вот. Вот она, история философии. Я бы сказал, что из всех философских дисциплин именно история философии больше всего заслуживает звание науки. Ну, это историческая наука получается. История философии нередко выступает в качестве типичной исторической науки. В любом случае, это не принижает её значение. Изучение истории философии – занятие занимательное и крайне важное, ввиду того, что философия, то ли по воле случая, как хотят видеть её ненавистники, то ли по природе своей, всегда оказывалась в основании любого великого человеческого начинания. Человек, не знающий истории философии, не понимает истоки своего ремесла, искусства или науки. Такой человек является специалистом лишь наполовину, так как начало – полдела по заверению Пифагора. Философ, состоящего в основании теоретической математики. История философии – одна из важнейших исторических дисциплин, так как она изучает умнейших людей своего времени, а не праздных и жестоких королей и безумных тиранов. Это история о тех людях, которые своими идеями сделали возможный мир вокруг нас. Это история достойнейших. Наверное, самая полезная из истории. Ну, по крайней мере, я так действительно считаю. Ну, в общем-то, вот, что такое философия. Трудно, да, трудно понять, что такое философия на самом деле. Да, мы практически не разобрались с теоретической философией, но поняли, что она включает в себя логику, эстетику, этику, философскую антропологию, аксеологию, теорию познания, метафизику, антологию. Прекрасно. Также она включала в себя физику, политику, математику, антропологию и многие другие науки и так далее, и так далее, и так далее. Прекрасно, да. Философия не является ни традицией, ни наукой, ни чистой теорией, ни болтовнёй, ни мнениями каких-то мужиков. Ну, впрочем, да, она является мнениями, но это не каких-то мужиков, не нужно её уничижать в данном случае. Философия, я не буду говорить, что это продуктивное мышление, да, это моё определение, я им пользуюсь, это моё техническое определение, с которым я работаю. Но определений философии множество. Огромное множество. Определим внимание на то, что общепринятого определения философии не существует. Каждая философская школа, иногда и отдельные мыслители дают свои определения философии, которые наиболее выгодно раскрывают направление их деятельности. Собственно, в этом деле я ничуть не лучше, так как я изучаю философию как безграничную плюралистическую систему, которую невозможно или невероятно трудно исчерпать. Моё определение философии настолько общее, насколько может быть. И это обусловлено моим подходом, собственно, моим пониманием к тому, что такое философия. Ну, поэтому я здесь тоже, ну, трудно сказать, что попал в точку, попал в абсолютную истину. Нет, это просто моё определение, с которым я работаю. Как и все вот эти вот определения. Любовь к истине. Грекам нравилось определение «любовь к истине». Вот создание концептов. Постмодернистам это нравится. Да, ну, создают себе концепты, ребята. Почему бы не обозначить? Технически оно правильное. Но, тоже так же подчёркивает некое уничижение философии. Да, вот есть обывательское определение. Например, обыватели вот так вот думают о философии. Есть уже более конкретные определения. Научная философия. Это металлогические принципы, да. А вот марксистское определение. Марксисты просто подвели своё определение под своё учение. Отлично. Учение по формам общественного сознания. Значит, это наука. Это одна из форм общественного сознания. Наука о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления. Да, вклинили туда ещё и общество, и мышление. Ну, хорошо. Да пусть, молодцы. Всё по марксизму сделали. И вот в философии есть марксизм почти что получается. А всё, что не марксизм, то спорно является философией. Да, особая форма рациональная. Рационалисты дают определение философии, чьи это за рациональность. Это тоже обычное дело. В общем-то, вот. Вот и получается, что мы не знаем, что такое философия. И будем, вероятно, вечно гадать, что это такое. Ну, наверное, потому что философия не есть нечто определённое. Скорее всего, её просто нет. Есть мышление само по себе. А люди мыслят. Люди пытаются что-то найти. Ну, и нередко это называется философией. Восьмикратно с вами прощаюсь. И благодарю за внимание. Желаю вам понимания, друзья мои. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok